Всем здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с ними в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. Будем проходить сегодня испытания на Мелину классическую. Только бронза, серебро и бронза, серебряные персонажи, старшие боги или персонажи из преисподней, в вашем отряде должен быть Рейден. Я, наверное, сегодня, опять же, пропущу просто почти все бои практически во всех башнях, за исключением последней. Потому что, как видите, у меня с каждой неделей все больше и больше голды, даже несмотря на то, что я сливаю абсолютно все возможные практически этапы, где можно пропустить за голду. Я пропускаю за голду, у меня голда не особо уменьшается. Башни дают очень много золота. Именно если ты их проходишь каждый раз по, как сказать, по 30 попыток в день в каждой башне, то есть 60 боев, тебе очень много сыпет золота за неделю, и ты успеваешь накопить на, собственно, всякие штуки. Единственное, только стоит будет пройти четвертый и восьмой бои в четвертой башне, а в остальном можно все скипать. И это, опять же, не вырезаю, чтобы те, кому интересно, могли видеть, каких ждут противники, какие будут бои. Но пока есть башни, пока не так сильно важна голда, пока мы не уходим в минус по голде, я думаю, можно вот таким образом чисто проскипать башнку. А точнее, башенки. То есть первые три-то башни мы 100% с вами скипаем, а четвертую играем только четвертый и восьмой бой, все остальное тоже скипаем. Такс, хорошо, двенадцатый. Тоже его мы с вами успешно пропускаем. Ну, как я и говорил, показываю вам, какие противники на какой башне, в каком бою. Если кому-то не особо интересно смотреть на то, что там что-то происходит, вы можете просто промотать буквально там в течение еще пары-тройки минут. Максимум, я думаю, я буду скипать бои. Может быть, даже быстрее, чисто, знаете, еще вот минутка пройдет, и мы с вами уже перейдем к боям. Надо быть только отряд еще составить, там достаточно уникальные требования, по-моему, преисподние и старшие боги, или что-то в этом духе, такая уникальная команда нужна. Так, а мы с вами скипаем последние бои. В третьей башенке уже получается. Ну и двенадцатый тоже скипаем. За третью башенку уже вроде бы души даются за прохождение, да. А вот здесь, чтобы получить души, нам нужно... Так, секунду, посмотрим, кто там нужен быть рейденом. То есть, старшие боги и преисподние, при этом желательно не использовать рейденов. То есть, давайте мы фильтры на преисподнюю и старших богов поставим. И главное, не использовать нам никаких рейденов. Подождите, а является ли у нас преисподней... Ээээ... Ээээ... Единственное, здесь только мне надо будет поменять люкана. Может быть, не люкана даже первым поставить? Типа, пофигу. Рейдена нам нельзя использовать. И третьим персом можно взять, допустим, либо скорпиона, или... Но лучше шинок, и он даст дополнительно бонус критам, по-моему, старшим богам. Так, ну давайте мы здесь просто тогда скипнем с вами... Да, на четвертый бой, и... Поехали. Всплеск энергии? Это что такое? Это что за ограничение такое? Я чуть не помню такого. Хм. А кто у меня там первым стоит? Люкан или Скорпион? Я же что-то не помню. Вообще, идеально, конечно, было бы люкана, конечно, ставить на первый слот, но да ладно. Я думаю, здесь особо разницы нету на первых двух сложностях, как ты вообще... Кого ты первым поставишь? Потому что любой противник практически умирает с одной тычки. Нам здесь нужно сыграть не три боя, только два. То есть восьмой и четвертый, чтобы забрать души. Просто если мы скипнем этим бои, то души мы не получим. А как бы лишние, там, знаете, пять и семь душ лишними не будут. Потому что надо скипать башни, на это уходит очень много душ. Я еще все время забываю ставить даже восьмичасовые задания. Я уж не говорю о том, чтобы там четырех или часовые... Четырехчасовые, либо просто часовые задачи, задания ставить. Я иногда забываю даже восьмичасовые поставить. И поэтому я, бывает, часто ухожу в минус по душам. Потому что это, вы сами понимаете, каждую неделю... Ой, вот это что я не говорю. Каждый день на башне уходит по четыреста душ. Это достаточно дофига. Конечно, там ежедневные задания, войны фракций, испытания дают души. Но, опять же, я вот не всегда успеваю ежедневные задания проходить. Не всегда успеваю души за рекламу собирать. Не всегда успеваю ставить восьмичасовые задания. Особенно, когда тебе нужно проходить при этом еще башни. То есть, тратить там по два часа в день на прохождение этих башен каждый день. И при этом еще надо играть в геншин. Еще записывать, как бы. И при этом еще, как бы, это только развлечение, да. Надо же еще жить как-то. Так, поехали дальше. Сейчас мы просто все скипаем. Я бы хотел перейти сразу же к последней башне. Здесь уже двенадцатый бой проходить не обязательно. Тем более, награды там... Не за двенадцатый бой, а вообще за прохождение этой башни. Достаточно фиговая. Это серебряный набор. Он мне особо не нужен. Почему, вот, допустим, у тех, кого все серебро не вкачано в фулл, вместо этого набора не дают там души? Хотя бы немножко. Почему дают все тот же самый серебрянный набор, из которого ты точно ничего не выбьешь? Так, ну и давайте переходить в отряд Рейдена. Не с Рейденом. Я имел ввиду. Так, посмотрим, что у нас там по Рейденам. Рейденов у нас в игре сколько? Вот я не помню вот это вот. Давайте мы по имени сортировку врубим, и я уберу фильтры на преисподнюю старших богов, потому что, возможно, Рейден просто не является... Какой-нибудь из Рейденов, допустим, не является старшим богом. Так, Рейденов у нас считаем раз, два, три, четыре, пять. Пять штук, окей. Берем сначала он самого слабого, это у нас МК-11, и также мы возьмем себе отряд. Ну, соответственно, будем... собирать себе что-то вроде... Ну да, давайте, как обычно, пойдем. То есть, Скорпиона возьмем-то. Что у нас еще есть? Так, фильтр надо убрать на... из золота и... Ой, надо убрать фильтр на серебро и бронзу. Возьмем Джейд пока для того, чтобы прокачивать ей подвиги, и поехали с вами в первый бой. Ну, поехали. Причем, знаете, что забавное? Самое, что забавное, даже если я возьму бронзового персонажа, либо, не знаю, там, золотого персонажа, вот типа Джейд нулевого слияния, и даже не буду ставить на них абсолютненького снаряжения, я и первый, и второй этап испытания пройду на изи. То есть... Я даже никак себе искусственно усложнить прохождение башни не могу. Я буду точно так же быстро выносить даже нулевыми золотыми персами, из-за того, что у меня абсолютно все персонажи в коллекции 60-х уровней. И даже на нулевом слиянии они просто будут изи разносить и на нормальном, и на высоком уровне сложности в этом испытании. Типа без снаряги за них будет не так приятно, конечно, играть, и они будут иногда получать по лицу, иногда будут не пробивать блок, из-за чего битва будет затягиваться, но в целом они должны быть гораздо сильнее, чем противники. Так, теперь против нас, Кун Лао. Так, Китана. Блин, вот неприятно, конечно, что, во-первых, истощение, во-вторых, после вот некоторых комбов Скорпиона, как его, Холодной войны, у него очень медленное восстановление. Из-за чего противники просто успевают его ударить. Но пока идем дальше. Ну, дальше будет проще. За других персов уже отыгрывай. Так, поехали. Ну, Мелину сразу выносим. Сабзир Криомант. Он даже не воскрешается, в отличие от Великого Мастера, поэтому с ним вообще никаких проблем быть не должно. Ну, и за первую тему мы типа с вами отыграли. Сейчас надо будет, опять же, заменить Рейдена, заменить Джейд. Давайте, ну, Басайбота поставим классического. Также бы я хотел взять... Начать уже брать спецназовцев в отряд. Начнем, я думаю, мы с Сони Блейд. Да, Комбат Кап. И Рейдена заменим на Рейдена классического. Он тоже, вроде бы, не особо высокого слияния. Я думаю, где-то пятого, да. У него чуть-чуть и таки побольше, чем у МК-11 Рейдена. Ну, из-за того, что слияние повыше. Хотя Персон по себе старенький. Удивительно, что у него статов больше, чем у МК-11. Но, с другой стороны, неудивительно, потому что классический Рейден, он был изначально алмазной карточкой, а Рейден МК-11 был золотой. И, возможно, поэтому, когда еще Рейдена, Джейд и Кабала из МК-11 перевели из золота в алмазные карточки. Так вот. Когда их перевели из золота в алмазные карточки, мне подняли статы. То есть, им оставили такие статы, которые у них были на золотом слиянии. Хотя, как для золотых персонажей, у них были повышенные статы. Я думаю, именно поэтому им не стали докручивать еще статы. Но все-таки, по сравнению с алмазными, вот, у них статы не очень высокие. Поэтому я даже не удивлюсь, если, допустим, на пятом слиянии у МК-11 с Рейдена будет статов меньше, все равно, чем у классического Рейдена на этом же слиянии. Потому что изначально просто их было меньше. Так, поехали дальше. Так, поехали, поехали. В этот раз я не забыл себе чайку налить. Так что будет, чем горло смачивать. Ну, поехали. Вот, конечно, некоторые персы, вот, когда они выходят, они просто мгновенно тебя бьют. Ты даже не успеваешь как-то контратаковать. А у некоторых, вот, типа, Рейдена, да, Буггрома, у них есть какой-то пассивный эффект. Одержимый Кенша, Рейден Буггрома, там, какой-нибудь. Когда они вступают в бой. Или Кун Лао фокуса шляпой, вот, тоже, да. То есть, который, когда входит в бой, он бьет шляпой. И у некоторых Скорпионов тоже есть такая фича. Это, допустим, у Скорпиона спецназ, и у Скорпиона этого... Как его? Скорпиона МК-11. То есть, если либо у них мало здоровья, и они входят в бой, именно у Скорпиона МК-11 или у спецназа, или если ты добиваешь кого-то из противников, Скорпион спецназа его спасает, то он при входе в бой тебя ударяет. В некотором роде. Ещё есть, знаете, всякие неприятные дефекты у алмазных персонажей, очень неприятного, типа классического Рейдена с оглушением. У этого... У Мелиной хищной с кровотечением оглушением. Точнее, у Рейдена классического там не оглушение идёт, там идёт истощение. Здоровье именно, не силы. Хотя, может, и силы тоже. Я уже до тысячи лет его пассивку не читал. Добиваем, собственно, этого чувака. Сегодня, кстати, надо будет пройти и двухсотый бой в обычной башне. Мне выпал за всё это время один эпик на урон. И у меня уже плач Аргуса, по-моему, не знаю, пятого слияния в той башне. Это жесть какая-то. Мне он прям сыпется, а всё остальное просто не падает. У меня там даже редкой карты какой-то нет на плечника вроде Рейдена. Ой, Рейна. Так, возьмём давайте следующего Перса. Я думаю, это будет... Давайте Шан Сунга возьмём. Потом ещё возьмём, допустим, этого... Так, давайте возьму сейчас... Так, где вообще... Этот... Вот он. Возьму сейчас Джонни Кейджа. Нам нужно будет ещё отыграть... Блин, я забыл Рейдена поставить. Сейчас, секунду. А кто там у нас следующий посели Рейдена? Это вроде Булгрома, да, если я не ошибаюсь? Он где-то там должен быть в конце. У него низкие показатели атаки. Да, вот он. После этого сыграем с вами за Кейси, и потом, соответственно, за Джонни Кейджа... Джонни Кейджа ударной группы. Продолжение следует... Так, ну у нас Кван, но он стоит, благо, на первом слоте, значит, что он никого уже не воскресит. Ну и тут минус Девора, как бы изи-бризи. Это Джонни! Так, победка есть, хорошо. Двигаем в следующий бой. Ну, как бы за Джонни Кейджа играть вообще максимально просто. Наверное, одни из тех персонажей, за которые бои играть максимально быстро можно. То есть, тот же Джонни Кейдж Комбат Кап, Джонни Кейдж Ударной Группы, они очень быстро добивают противников. От них очень много урона, благодаря их татушке и критам. И при этом еще и идет усиление. То есть, мало того, что у них статы неплохие, особенно у Комбат Кап Джонни Кейджа. Так еще и у него очень неплохие комбинации. Которые наносят очень много урона. Так, давайте я здесь первый использую. Видите, 182 тысячи урона. Это, конечно, смертельный, не крит даже, но... Очень даже неплохо. Блин, нос чешется. Так, дальше Джакс, Скорпион, Кенши. Последний бой с Джонни Кейджа первого. Дальше будет у нас Кейси и потом Джонни Кейдж Ударной Группы. Хотя, с другой стороны, Джонни Кейджа Ударной Группы можно даже оставить на вторую сложность. А первую сложность пройти, допустим, за того же Рейдена Инжастис 2. Но, блин, не успел я его добить. Господи, чё это за пролаги такие жесткие? Это капец, конечно. Ну, чтобы, знаете, не тратить зря энергию Джонни Кейджа, чтобы потом играть за более таких мощных персонажей. Так, давайте я заменю состав. Сейчас возьмем с вами сначала Кейси. Ударная Группа. Надо только ее найти, я не знаю, сколько у нее статов. Вон она, я ее видел. Так, берем Кейси. Вместо Рейдуна берем Рейдуна Темного. Вот она у нас. И, соответственно, вместо Шан Цунга мы возьмем с вами... Давайте Нуба Сайбота. Так, где у нас Нуб Сайбот? Я уже явно перемотал. А чё, как я его пропустил-то вообще? Вот он. Блин, до сих пор мне вот не падают. Мне не падает вообще ни одна... Именно уникальная карточка. Ни Смоук не падает, ни Нуб Сайбот МК-11. Хотя мне до Смоука осталось всего одно слияние. Да, фула. Потом, кстати, наверное, Смоука добавим в отряд Рейдена. И возьмем еще кого-нибудь. Так, ну поехали. Минус один. Здесь сразу активируется пробой блока. Ну и чтобы она нас сейчас сама не жахнула первым, мы ее жахнем первым. Ибо нефиг. О, выполнилось задание ежедневное. Отлично. Опять же, небольшое количество душ в нашу копилку. О, двадцатка еще за, видимо, прохождение десятого боя. Ну, уже примерно на финишной прямой башне, поэтому нам тут чуть-чуть осталось буквально доиграть. préalchaeo. Любовь и противолет многообилит. 8. Присо. Поехождение. Присо. Поехождение. kah. Так, поехали Сразу разбираемся с спецагентом Дальше у нас идет оперативный сотрудник Соня Блейд Добиваем ее Ау, больно Да нифига себе, он просто перебивает свои атаки И на него, как назло, не работает блокбрейкер Наконец-то удалось пробить его блок Идем дальше Так, следующий ядовитый рептилия Пронизывающая Мелина, Инферно Скорпион Последний поезд за кеську Ну а дальше уже, наверное, три боя за Рейден отыграем Так, поехали Минус раз Почему нельзя вот так вот, чтобы каждый раз было Чисто ударил, пробил блок Ну тут даже смертельный вылетел, как бы у него шансов не было Еще одна уверенная победка Ну и нам остается играть только три матча за Рейдена И в принципе испытание будет пройдено Нужно только поставить себе Рейдена во главе И немножко ему накинуть снаряги Ну, чтобы было проще за него играть Также давайте я возьму сюда Поставлю А давайте я поставлю сюда, знаете, каких персов Допустим Смоука и Тремора И также вместо спецагента Кесси Соответственно, возьмем с вами Рейдена Инжастис 2 Ну и хотелось бы ему накинуть что-нибудь по оружию Так, ну давайте сделаем вот так Вот так Я не думаю, что ему стоит брать блокбрейкер Потому что у него и так все спецприемы неблокируемые Я лучше прокачаю максимально критый То есть каждый пропущенный удар будет наносить просто сумасшедший урон по противнику В идеале, конечно, вместо тамагавка ставить еще и револьверы Но я хочу босса убить именно вторым спецприемом, а не первым Хотя, конечно, скорее всего на первой сложности боссу и хватит и первого спецприема Но Мне прям хочется убить его вторым А переставлять снаряжение Сначала ставить револьверы Потом снова заходить снаряжение Мне снова переставлять на крабовый тамагавк уже неохота Поэтому пару боев поиграем без блокбрейкера Думаю, ничего страшного не случится из-за этого Так Еще бы не лагало было бы вообще замечательно Вообще можно было бы просто вот так вот использовать, да, первый спецприем на первого противника И в итоге бы все оставшиеся противники уже выходили полумертвыми Можно и таким тоже способом пользоваться Потому что пассивка Raiden Injustice 2 заключается в том, что он Каждый раз, когда наносит кому-либо урон завершающими комбоударами Либо спецприемами, дамажит при этом всю вражескую команду А так как у них очень мало здоровья Естественно, он снимает им почти все здоровье Конечно, он не может добить противника То есть он может только именно наносить урон неучаствующим в бою противникам Но не добить их То есть они как-никак даже с одним хп, но выйдут То есть ниже чем один хп не удается им снять Поэтому каждый раз, когда они выходят, их приходится еще один раз тыкать, чтобы добить То есть видите, можно просто вот так взять Им по 26 тысяч, а у них там по 16, по 15 То есть сами понимаете, что они уже выходят трупами Им нужно тыкнуть их один раз Вот сейчас я получил удар от Люкана просто потому, что у меня игра пролагала в этот момент Это, конечно, забавно Ну и давайте добьем уже, собственно, финального босса Посмотрим, что он из себя представляет Какая у него пассивка, уже не помню Так, ваших бойцов нельзя менять А босс классическая Мелин увеличивает урон на 5% каждые 5 секунд А разве у нее была пассивка не в том, чтобы наносить персонажа мужского пола больше урона? Хотя, по-моему, нет, подождите Наносить повышенный урон персонажа мужского пола Это была пассивка Мелины вампирша Да, вроде бы так Кстати, это вообще вот испытание на Мелину классическое Его же давно уже не было Одно из самых редких испытаний Я его давно не помню Я его давно не проходил Прикольно Сегодня такой, знаете, тогда получается Немножко уникальный в этом плане контент Потому что испытание вот именно на Мелину классическое было достаточно редко То есть, один раз оно было точно Но не знаю, было ли оно два раза или три раза Я крайне сомневаюсь, что оно было три раза Я думаю, максимум два раза оно было, а не более Вообще, за все время существования игры Поэтому это уникальный контент Вот если бы было испытание на Эрона Блэка Стрелка Вот это было бы офигенно Потому что на него уже не было испытаний больше двух лет Я не знаю, почему, куда они его дели И почему его нету Уже столько времени Так, ну получаем души Как бы все дела Тут сотка душ примерно идет Да, отлично Для простого смертного Придели нормальная сложность Высокого уровня сложности Я вас понял В общем, следующая башня В принципе Старшие боги и персонажи из Пересподней Золотой или Алмазный Рейден Ну, как бы А других и нету То есть, зачем уточнять В одной башне В вашей команде должен быть Рейден В другой В вашем отряде должен быть Золотой или Алмазный Рейден Других нету, блин Кроме золотых и алмазных О чем вы говорите Ладно, в общем-то Это мы будем уже с вами проходить потом На этом у нас испытание пройдено А я буду с вами прощаться Огромное спасибо за просмотр А с вами был Ник Удачи, до скорых встреч И мы еще обязательно увидимся На этом пока что все Пока-пока